Подросток Александр Апсонов сбежал из американской приемной семьи и приехал к бабушке в российские Чебоксары. В качестве причины называет то, что приемные родители с ним плохо обращались. Мы с ними не слишком хорошо общались. Ну так в основном просто с матерью были плохие отношения. Она просто придиралась к маленьким вещам. Покой просто не давала. Даже когда в комнате сидишь, тихо-тихо, ничего не делаешь, стараешься никому не мешать, она постарается найти причину, чтобы поорать на тебя или сказать что-нибудь. Когда мать начинает ругаться, отец уже за ней давай, давай ругаться тоже. Жители Филадельфии Стив и Джеки Салоти усыновили Александра, когда ему было 12 лет. Сейчас ему 18. Его единственная кровная родственница – его бабушка. Когда сын умер, я просила, чтобы мне его оставили. А я все время болела. Мне сказали, нет, бабушка, если бы ты не болела, мы бы тебе его оставили. В Чебоксарском ведомстве, которое участвовало в оформлении усыновления, отмечают, что мальчик согласился на него добровольно. Он письменно в адрес Верховного суда написал заявление, что он согласен на усыновление этими гражданами, он там проживал, то есть контакт у меня налажен. И мне очень понравилось у этих усыновителей, и я хочу туда поехать на постоянное место жительства, написал мальчик в своем заявлении. По словам Александра, когда ему исполнилось 15 лет, приемные родители заставили его работать в местном ресторане и зарабатывать деньги для семьи. Он также утверждает, что приемная мать периодически избивала его и злилась, когда он говорил с русским акцентом. Однако у самой Джеки Салотти другая версия. Как сообщают российские СМИ, которые с ней связались, женщина характеризует Александра как трудного подростка с набором присущих этому возрасту комплексов, которого замечали за воровством и приемом наркотиков. Останется ли Александр Апсонов жить в России или вернется в США, пока неизвестно. По российским законам, теперь он совершеннолетний и вправе выбирать сам. Недавно он, получив новый американский паспорт, восстановил и свои российские документы.